Привет, мы Субмарин, и это наш шестой спецвыпуск Субмарин Шоу. В этом выпуске мы рассказали, как выбрать и приготовить идеальную турку. Обсудили кофейные новости и события, которые пройдут в ближайшее время. Там новые кроссовки, метеорит и новая турка. Проверили на прочность легенду, что турка – старый и неактуальный способ приготовления, в котором весь кофе будет одинаковым. И посмотрели на различные виды турок, разобрали, чем они отличаются, материалы, размеры и в чем их плюсы и минусы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ходит легенда, что человек сначала развел огонь, потом смастерил турку, выпил кофе и пошел охотиться на мамонта. И это почти что правда. Турка, как девайс для приготовления кофе, нам известен уже больше пяти веков. И изначально он появился там же, где появился сам кофе, на пересечении Кении и Эфиопии. Первоначально этот девайс был нам известен как джибена и представлял из себя глиняный сосуд, который можно до сих пор найти в Эфиопии. И как раз именно в нем готовят кофе во время традиционной кофейной церемонии, которая называется Буна. После того, как Османская империя взяла монополию над продажей кофе по всему миру, турка пережила большое количество метаморфоз. Она стала изменяться, менялись материалы, менялись формы, в зависимости от культурных и национальных предпочтений. И наша классическая глиняная джибена стала из себя представлять знакомый нам либо глиняный, либо металлический горшочек. В России он стал популярен примерно в 18 веке, когда Российская империя активно взаимодействовала с Османской. Но большую популярность, естественно, турка получила в 20 веке, когда кофе стал более доступным продуктом, а не только радостью богатых людей. Из как раз конца 20 века турка является неотъемлемой частью нашей культуры потребления кофе. Ее можно найти практически в каждом доме. Турка обросла большим количеством мифов. Но сейчас точно так же, как и другие способы заваривания, является частью спешлти культуры. И сегодня мы с вами погрузимся во все детали и объясню, какую же роль она играет в нашем большом кофейном мире. Турка Турка — это наше слово, которое мы выдумали как раз тогда, когда этот девайс прибыл к нам в нашу страну. Нам было сложно выговаривать достаточно непонятное слово — джезво, которое с турецкого переводится как ковшик, собственно говоря, что из себя и представляет турка. Но также данный девайс носит название ибрика, что с греческого — брики. Мы выяснили, как правильно называется турка, а как же правильно она выглядит. Сейчас можно совершенно легко купить турку самых различных размеров, формы, цвета, материала. И как среди всего этого многообразия найти ту самую? Давайте разберемся от параметра к параметру. Пускай нашим первым параметром будет материал. Несмотря на то, что это достаточно дешевый вариант и доступный для большинства людей, сталь является не самым лучшим проводником тепла, из-за чего турка будет экстрагироваться неравномерно. И из-за этого мы получим не самый сбалансированный вкус. Также есть очень красивые варианты, как, например, вот эта стеклянная турка. Пока вы будете в ней готовить, она действительно будет завораживать глаз. Но помимо ее объема, стекло точно так же является не лучшим проводником тепла. Если вы хотите очень красивую и изящную турку, рассмотрите не обычное стекло, а кварцевое. Этот вариант будет, безусловно, не самым дешевым. Но определенно, он будет очень качественным, и вы в нем сможете приготовить очень вкусный кофе. Керамика тоже хорошо подходит для приготовления кофе. Но помните то, что за ней нужно очень тщательно ухаживать и ни в коем случае не мыть жесткими абразивами или губками. Для того, чтобы не стереть внутреннюю ямаль, которая защищает от того, чтобы поры не засорялись кофейными маслами, не окислялись. И, естественно, это поможет вам избежать курс прогуркового фритюра, когда вы будете наслаждаться своей утренней чашкой кожи. Если с материалом все плюс-минус понятно, давайте поговорим о самом наболевшем вопросе. И, безусловно, это впор на турке. Какая же она должна быть? Она должна быть широкая, она должна быть с узким горлышком. Это самый стереотипный момент, который есть при выборе турки. Давайте обсудим его поподробнее. Знакомая турка. Это та турка, которая встречается в большинстве городов, ее достаточно легко найти, и множество людей считают данную форму лучшей. Действительно, узкая горлышко создает очень плотную пенку, которую мы так любим и ценим в кофе турецком. Однако, из-за такого сужения кофе не будет провариваться равномерно. Ваша пенка будет очень толстой, из-за чего она не будет перемешивать сама себя, и не все частички кофе будут равномерно контактировать с водой. К сожалению, одновременно у вас будет чувствоваться и переваренный, и недоваренный, и, в принципе, достаточно неплохой вкус кофе. Это не та разнообразная гамма, которую вы, наверное, хотите получить у себя в чашке. Нам, безусловно, нужно некоторое сужение горлышка для того, чтобы у нас образовалась кофейная таблетка, потому что именно она является индикатором того, насколько готов ваш кофе. По мере того, как она будет подниматься, она будет сигнализировать о том, на какой температуре заваривания находится ваш кофе. И когда пенка полностью поднимается, это говорит вам о том, что сейчас в джезве внутри температура около 93 градусов. Та же самая температура, которую вы завариваете абсолютно любой другой весь кофе. Для того, чтобы это получилось, вам нужна джезва с сужением около 10 или 15%, которое находится примерно на высоте 3-4-2-3 от полной высоты джезва. Как раз такая форма будет являться оптимальной для того, чтобы сбалансированно и правильно проэкстрагировать джезву. Сужение, безусловно, может находиться ниже, как, например, у этой джезвы. Но заметьте, то, что расстояние для того, чтобы крема полностью поднималась сильно больше. И это будет компенсировать тот шаг температуры, который вам необходим для того, чтобы полностью приготовить джезву. Давайте с вами суммируем. Нам нужна джезва с оптимальным сужением горлышка для того, чтобы правильно и сбалансированно проэкстрагировать кофе. По материалам нам лучше всего подходит медь. Обязательно помните, то, что она должна быть внутри чем-либо покрытым. Либо пищевым оловом, либо серебром. Что, безусловно, является более дорогим вариантом, но намного более качественным. Большинство людей привыкли думать, что для приготовления турки подходит исключительно эспрессо-обжарка. Но это не так. Даже на чемпионатах мы прибегаем к использованию светлой обжарки, чтобы подчеркнуть фруктовые тона необычную, яркую, интересную кислотность. Также существует отдельная обжарка под турки, которая отличается высокой сладостью, но при этом достаточно деликатной кислотностью. Она встречается достаточно редко, но ее можно найти у нас в наших туркоблендах, которые мы обжариваем специально для приготовления джеза. Эти лоты были созданы специально для мирового чемпионата по приготовлению кофе в турке, вы также можете попробовать их у нас в субмарине. Сейчас мы вместе приготовим несколько разнообразных интересных рецептов, начиная от классических до более авторских, которые вы сможете себя удивить дома. Давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы с вами приготовили три разнообразных рецепта. Общей основой для всего этого стал кофе из стене и мытой обработки. Как раз то, что мы не привыкли видеть в качестве кофе для джеза. Кофе был смолот очень мелко и по текстуре напоминал пудру, но если растирать его между пальцами, вы все еще будете ощущать самые мелкие частички кофе. Такого понятия, как помол пыль, невозможно добиться, только если у вас нет промышленных гигантских кофемолок. Ну и оно нам особо и не надо. Основой рецепта является соотношение кофе и воды. И для всех рецептов оно было одинаково. Один грамм кофе на 10 миллилитров воды. Я использовал турку в 110 миллилитров. Соответственно, я брал 11 грамм кофе и 110 миллилитров очищенной воды. Классическую джезбу я готовил около 3,5-4 минут. Это самый базовый рецепт, где не нужно пытаться усложнять себе жизнь. Просто возьмите хороший кофе, хорошую воду, и дальше турка все сделает за вас. Первым авторским рецептом у нас был кофе с апельсиновым соком и пряностями. В частности, с достаточно известными и любимыми пряностями, которые у нас ассоциируются с джезмой. Это кардамон и корица. Каждый из них добавляется в минимальном количестве для того, чтобы не перебить характер кофе. Сока я взял около 30% от общего объема жидкости. И если вы используете такой же яркий и достаточно кислотный сок, как, например, апельсиновый, не бойтесь добавить небольшое количество сахара, для того, чтобы сбалансировать эту кислотность. Вторым авторским рецептом был кофе на основе виноградного сока и аниса, уже чуть более необычный. Помимо того, что он является отличным горячим напитком, вы можете профильтровать этот кофе через бумажный фильтр и перелить его на лед, что сделает его классным дополнением жаркого летнего дня. Пока одни пещерные люди охотились за мамонтом, а другие записывали свои любимые рецепты на скалах, мы шагнули далеко вперед. Делимся своими любимыми рецептами в комментариях и знаем то, что турка — это тоже кофе. Гороскоп на сегодня. Лев, сегодня в цене будут уши готовы выслушать, понять, в нужном мент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они могут наверняка оказаться вашими. Сейчас мой будет. Пишем. Всем привет. Это срочный выпуск кофейных новостей. Самые будоражащие, невообразимые и желанные новости кофейного мира. Сегодня в студии Иван Брославцев и Артем Минокуров. Начинаем. На ebay появилось 10 винтажных чашек с бодибилдерами вместо ручек. Небольшая коллекция раритетных чашек, которые были изготовлены в 1978 году, теперь есть на ebay. Цена на аукционе уже более 200 долларов за чашку. В описании пишут, что 7 из 10 чашек в отличном состоянии, а на трех есть небольшие изъяны. Для еще большего антуража чашки весят по 8 килограмм, чтобы можно было подкачать бицепс, пока пьешь кофе. Еще одно напоминание о том, что ты так и не накачался к лету. Ну и вообще не накачался. Ну это явно кружка для босса качалки. Блю Боттл снова радует коллаборацией, на этот раз Нью Беланс. Нью Беланс и Блю Боттл Кофе объединились, чтобы создать специальную версию модели Fresh Foam X 1080 версии 12. При создании компании отошли от концепции, которую обычно используют при создании оба и вдохновленной кофе. Единственной деталью, намекающей на напиток, является митсоль, отсылающая капучино, когда основная часть модели окрашена ферменной от цвета Блю Боттл. Кроссовки доступны для покупки на сайте Нью Беланс по цене в 180 долларов и доступны как в мужской, так и в женской размерной сетке. Получается, это просто хорошая коллаборация кофейной компании и спортивной обе. Взяли существующую модель, немного ее видоизменили и в путь. Блю Боттл просто пуляет коллаборацией в последний год. Сначала The Weeknd, сейчас New Balance. Что дальше? Посмотрим. Что? Во Франции на женщину упал небольшой метеорит, пока она пила кофе. Новость похожа на выдумку французской газеты. Как мы знаем, каждый день на Землю летит куча космических камней, но большая часть сгорает в атмосфере. Спасибо ей за это. Но тут на девушку упал небольшой метеорит, как раз в тот момент, когда она пила свой кофе на веранде. Метеорит оглушил ее, а когда она очнулась, она поняла, что у нее есть кофейные суперсилы. Теперь она может управлять кофе, как Посейдон, превращать воду в кофе, превращать робусту в арабику и дальше по списку. А девушка осталась анонимной, поэтому мы можем ожидать только ее появления в небе, когда человечество будет в опасности из-за невкусного кофе. Отличная завязка для крайне дерьмового боевичка. Отличная роль для Эмберхёрд. Кофе вообще очень полезен, и мы об этом говорим часто. В этом случае именно эспрессо служит как профилактика болезни Альцгеймера. Это заболевание нервной системы, которое проявляется расстройством интеллекта. Пейте кофе в умеренном количестве и будете здоровы. Вообще кофе это суперфуд. Даже суперсилы дает. Если добавить метеорит. Компания LG представили на кикстартере новую капсульную кофемашину. Выглядит она просто вау. Нечто похожее на космический корабль или робота на ножках. А внутри находится IPS-экран с разрешением Full HD. Именно эта информация является одной из фич этого устройства. Что еще ожидать от производителя бытовой техники? Экраны нужны везде. Нас уже, конечно, сложно удивить капсульными кофемашинами. Внешний вид меняется, а сама технология та же. Остановитесь! Просто встроите нейросеть уже в кофемашину, которая будет предугадывать наши паттерны поведения и готовить кофе тогда, когда нам нужен. Извините, а есть информация? Креативным директором LG является Exhibit? Нет, нет информации. Спасибо. Ну и когда в выпуске про турку без новостей про турку? Наконец-то ненудный сведущий. Осталось заменить только тебя. А теперь к новостям про турку. Новость уже не самая свежая. Но свежих новостей про турки не так уж и много. Компания GoldStory собрала и уже произвела турки, на которые они собирали на Kickstarter еще с прошлого года. Теперь их можно купить на официальном сайте. За 59 евро. Стальная турка ОТО выглядит современно. Но по качеству приготовления, конечно же, уступает медной турке серебряным внутренним покрытием. Боюсь, что данную турку ждет судьба других девайсов данной компании, таких как Джина. Какая-нибудь награда за дизайн и минимальное использование. Помянем. Самая масштабная кофейная выставка года уже через месяц. С 3 по 6 октября в Крокус Экспо будет завариваться очень много кофе, потому что стартует выставка пир. Мы активно готовимся, чтобы удивить и порадовать вас. На этот раз будет то, к чему мы очень долго шли. Весь кофе на стенде – результат наших собственных экспериментов в разных странах. Найти нас будет очень просто. Смотрите наверх и идите в сторону большого белого подвеса с субмариной. В очередной раз мы проведем наш каптестер с батл. И теперь с главным призом в 500 тысяч рублей. Если к моменту выхода видео еще останутся места, мы оставим ссылку на регистрацию в описании. 500 тысяч рублей. Ну слушай, я бы тоже не отказался. Это был срочный выпуск кофейных новостей. Самые будуражащие, невероятные, метеоритные, суперсильные новости кофейного мира. С вами был Винокуров Артем и Иван Бараславцев. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь выпуском с друзьями. 500 тысяч рублей. Рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ваш страх перед туркой, в вашем невежестве и незнании. Что ж, кажется, кофейное сообщество придумало легенду о том, что турка не имеет ничего общего со спешлти. Давай проверим эту легенду на практике, посмотрев самые полезные советы в интернете. Давай. Мы выписали несколько интересных и популярных рецептов из интернета. Я приготовлю кофе в медной турке с узким горлышком, используя помол очень мелкий, прямо в пыль. Залю горячей водой, подожду, пока шапка поднимется три раза и добавлю соль, чтобы уменьшить горечь. А я сделаю капучино в огромной стеклянной турке. Мы на премии Оскар 2023, и сейчас я готов назвать победителя в номинации лучшая мужская роль второго плана в сериале «Разрушитель и легенд». Давайте посмотрим. И победителем становится Иван Брославцев! Всем спасибо, родным, близким. Оскар! Ну что, ребят, с чемпионата вас дисквалифицировали бы уже просто из принципа. Тём, твоя турка является отличной основой под маринад моей бабушки. Ваня, твои два капучино были настолько разные, было ощущение, что ты их готовил одновременно для любимой и нелюбимой жены. Что вам нужно для того, чтобы приготовить классный хороший кофе в турке? Сначала это нормальная турка, хорошего размера, хорошей формы, из нормального материала. Не надо использовать сразу горячую воду, иначе у тебя кофе будет перезаваренным. Используйте хороший кофе, нормальный помол, поднимайте шапку один раз, и не надо добавлять ничего лишнего. Чтобы и вы приготовили свою самую лучшую турку, мы разыграем среди всех людей, кто оставит комментарий под этим видео, медно-серебряную турку и один из наших туркоблендов, который был создан специально для чемпионата мира. Это ни на что не похоже. Обычно кофе в турке – это плотный, насыщенный и достаточно горький напиток. Вот, но здесь чувствуется и характер конкретного кофе, и букет, и сладость. И все это здесь есть, и все это чувствуется. Итак, к выводам. Если пользоваться рецептами из интернета, то действительно турка, джезва, ибрик далеки от понятия спешлти. Но если у вас пользоваться рецептом профессионалов, то вы получите потрясающий кофе, который близок и даже 100% является спешлти. За этот выпуск мы развенчали все мифы о том, что турка – это не классно, то, что турка – это не вкусно. Это может быть очень интересным, классным и вкусным напитком и действительно уникальным девайсом для приготовления удивительного кофе. Официально заявляем, что легенда разрушена. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь выпуском с друзьями. И помните, что среди комментариев мы разыграем турку и туркобленд. Мы с вами кратко уже рассмотрели о том, какие бывают турки. Я предлагаю погрузиться в эту тему немного глубже. Для этого мы приобрели 7 различных турок. Вы видите только 5, потому что куежская служба имеет свое представление о том, как должен проходить этот ролик. Мы также можем рассмотреть еще электрическую турку и керамическую. Керамика является одним из самых доступных материалов для изготовления посуды и джезвы в целом. У керамики большое количество плюсов. Она является хорошим проводником тепла. Но у нее есть один минус, который мне нравится лично со мной. Это высокая теплоемкость. То есть способность держать тепло внутри себя. Потому что керамика состоит из большого количества маленьких-маленьких пор, внутри которых находится воздух, который как раз держит тепло. Керамика немножко дольше нагревается, отлично держит температуру. Но для того, чтобы ее приготовить так же качественно и снять ее в тот же самый момент, как, например, медную или медно-оловянную, медно-серебряную джезву, нам ее необходимо снять за некоторое время до того, как крема полностью взойдет, чтобы она это сделала на остаточной температуре, которая как раз хранится внутри своих пор. Электрическая турка, как отдельный формат приготовления кофе, появился около 30 лет назад. И попытался набрать свою популярность примерно в нулевые годы, но все-таки не прижился у нас. Потому что в нем достаточно тяжело получить очень высокого качества напиток. Прежде всего, это связано с тем, что нагревательный элемент у большинства электрических турок находится непосредственно внутри на дне, из-за чего кофе контактирует с нагревательным элементом и немного подгорает. Очень сложно контролировать то, насколько качественно и полноценно проваривается кофе в данной турке, именно поэтому результат в большинстве случаев нестабилен. А теперь давайте пройдемся по тем туркам, которые представлены у нас здесь, начиная в ценовом диапазоне от 300 рублей и заканчивая по нынешним меркам курса 10 тысячами рублями. Первым вариантом у нас будет стальная джезва, стоимостью 313 рублей. Самый распространенный, самый доступный вариант того, что мы можем назвать туркой. У стали есть большой недостаток. Она не является очень хорошим проводником тепла, из-за чего турка будет нагреваться неравномерно, находясь с источником нагрева здесь. Температура на дне турки, в середине и наверху, будет достаточно сильно отличаться, из-за чего кофейная таблетка, которая находится сверху, будет нагреваться достаточно медленно. Но самое главное, в большинстве случаев стальные турки делают не очень качественной формы. Данный вариант мы привыкли называть ковшиком. И в ковшике у вас никогда не сформируется качественная кофейная таблетка, которая будет индикатором того, на каком этапе приготовления сейчас находится ваш кофе. Как раз из-за неравномерного нагрева в большинстве случаев кофе будет закипать, что будет приводить к едкой горечи, неприятной потухшей кислотности, нечитаемому букету и горелому привкусу. Следующий вариант турки является одним из самых популярных. Его можно встретить практически на каждой кухне. Стоит он всего лишь 600 рублей. Турка имеет знакомую нам форму. Очень узкое горлышко, достаточно большое ее, чуть-чуть больше 300 миллилитров. Эти турки всегда сделаны из меди и внутри покрыты оловом. Олово является плохим теплопроводником. И как раз тонкость стенок позволяет компенсировать потерю тепла при передаче от источника нагрева. Узкое горлышко создает очень толстую кофейную таблетку, которая плохо контактирует с водой и плохо перемешивает сама себя за счет внутреннего давления внутри джезла. Это приводит к тому, что кофе готовится неравномерно. Именно поэтому вы будете получать все еще сладкую чашку, но с немного незрелой кислотностью и зачастую немного выраженной аналитинной горечью. Следующий вариант у нас точно так же стоит 600 рублей и является самым красивым у всех представленных. И это стеклянная турка. Лично я люблю стеклянные турки за их эстетику. Можно следить за тем, как протекает процесс экстракции, как ваш кофе готовится. Это действительно завораживающий процесс. Но стекло, точно так же, как и другие материалы, которые мы уже с вами обсудили, является не самым лучшим проводником тепла. Точно так же у этой турки есть другой небольшой грех. Это ее объем. Наверняка многие семьи готовят турки по 500-600 мл для того, чтобы взять и разлить их на несколько чашек. Но здесь есть одна заковырка. Большой объем, больше 300 мл, очень сложно полностью приготовить и полностью проварить. У нас не существует таких источников нагрева, которые способны дать достаточное количество энергии, чтобы полностью забрать все вкусовые вещества из кофе. Но это лишь часть проблемы. Если мы разливаем с вами одну турку на несколько чашек, количество гуще, которое будет в каждой чашке, будет отличаться. Из-за этого все чашки будут разные по вкусу. Кому-то будет достанется что-то более вкусное, кому-то что-то более жидкое или кислотное, или сладкое, или горькое. И в этой лотерее неясно, кто победит. Следующий вариант радикально отличается в стоимости. В 10 раз стоит около 6 или 7 тысяч рублей. Это турка уже российского производства, которое делается на юге России, в компании Станец. Она делает медные, кованые джезвы из единого куска меди. Здесь нету никаких спаек. Внутри эти турки покрываются оловом или серебром, что спасает нас от окисления меди. Эти турки являются одним из лучших вариантов для приготовления кофе. Они хорошо проводят тепло, не держат температуру внутри себя, а также имеют правильную форму, которая позволяет нам полностью и грамотно проэкстрагировать чашку и добиться очень сбалансированного вкуса. Следующий вариант является самым дорогим и при этом самым узнаваемым в мире. Это турецкие джезвы-сой, которые делаются в Стамбуле, точно так же, как и станется из цельного куска меди с покрытием серебра внутри. Помимо высокого качества и пожизненной гарантии, которая включена в стоимость, эти джезвы, безусловно, и являются эталоном качества. Эти турки всегда выбирают для участия в чемпионатах и выбирают для приготовления в кофейне, зная то, что они долговечны и прослужат очень долгое время. Если вы первоначально приобретаете высококачественное сырье, у вас есть хороший кофе и хорошая вода, вы получите хорошую чашку вне зависимости от того, какую турку вы используете. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос. Зачем переплачивать? Высококачественная турка является залогом того, что вам не нужно будет лишний раз задумываться о том, стоит ли ее повторно перемешивать или как за ней ухаживать, чтобы она уже завтра не испортилась. Поэтому выбирайте ту турку, которая подходит к вам по цене или другим факторам. А где найти отличный кофе, вы и так уже знаете. В этом выпуске мы с вами обсудили, как найти ту самую идеальную турку. Поговорили о самых горячих новостях и акфейных мероприятиях. Разрушили легенду о том, что весь кофе в турке одинаковый. И обсудили то, как материал и форма турки влияют на конечный результат. Делитесь тем, что вам было интереснее всего. И до встречи в следующих выпусках. Мы, в Субмарин, обжариваем кофе и делаем интересные продукты. Много путешествуем по фермам, чтобы прекрасный кофе был у вас. Ставим собственные эксперименты в раз-пустанах. Представляем не только кофе, а еще и радость. Мы умеем делать дни немного лучше. В Субмарин, обжариваем кофе и делаем людей счастливее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!